Друзья, всем привет! Я веду репортаж прямо с палаты представителей The House. Это находится в Конгресс Соединенных Штатов Америки. В этих кабинетах работают приблизительно 400, если не ошибаюсь, точная цифра 435 избранников от разных штатов. Вот, пожалуйста, обычные рабочие кабинеты. Я скажу, что зашел я сюда без всяких проблем, меня пустили, даже, вот смотрите, мы подходим, вот, Венц, вот, Луизиана, да. В каждый кабинет мы можем зайти, это не составляет никаких проблем, просто они не разрешают сейчас снимать. Но при том, как я сюда вошел, меня даже не потребовали никакого документа. Вот, I'm in, вот, welcome, please come in. Каждый может зайти, пообщаться непосредственно с конгрессменом, допустим, если вы из штата Вашингтон, вы можете спокойно подойти, пообщаться с ним, задать ему интересующие вас вопросы. А, также вы можете зайти на сайт и узнать, какие подарки конгрессмен или конгрессвумен принимал или принимала. А, вот, пожалуйста, буквально. Вот, кабинет Ричард, Анна, пожалуйста, все открыто, transparent, такие коридоры. Вот, как должны работать настоящие народные избранники. Никакой охраны, никакой security, никто вас на входе не шмонает документы, также никто не спрашивает. Вот, тоже интересно. Мичиган, видите? Представители работают здесь. Более того, я вам хочу сказать, что они не только работают здесь, но многие даже здесь просто проживают. Вот, прямо в этих комнатах, поскольку жилье в Вашингтоне довольно дорогое, у них просто нету возможности что-то более, себе позволить что-то более дорогое, да, поэтому они живут прямо в этих кабинетах. Сейчас мы еще здесь, может, с ними. Вот, обычные кабинеты. Можете зайти посмотреть, вот, Canon Building. Вот, ребята, это то, что я хотел сказать о власти. Настоящая власть, она никогда не прячется. Настоящая власть, она всегда открыта. Настоящая власть никогда не кичется золотыми унитазами, либо еще чем-то. Они знают, что они принимают в жизни самые важные решения. Жизневажные решения не только для 300 миллионов своих сограждан здесь, в Соединенных Штатах Америки, но также и по всему миру. Можно сказать, что в этих кабинетах решается политическая участь не только в Соединенных Штатах Америки, но и без преувеличения сказать всего мира. Можем посмотреть. Обычные флаги. Любой, друзья, еще раз подчеркиваю, любой может зайти сюда, снимать так, как я. May I please show your dog? It's like for my Russian-Ukrainian viewers. Видите, по-моему, здесь даже домашним животным намного более комфортно чувствуется, нежели нашим журналистам в Верховной Раде, либо в кабинете министров. Вот, пожалуйста, никакой аккредитации. Заходишь, стучишься в дверь и задаешь вопросы, которые тебя интересуют. Вот и все. Ребята, я называю это демократией в действии. Демократия действительно есть, она действительно работает. Действительно, люди, которые верят в эти идеалы, которые построили эту великую страну, они заслуживают на лучшее. Поэтому, наверное, и поэтому Америка является одной из самых, одной, самой успешной, наверное, самой сильной страной в мире. Вот, пожалуйста, развеевываю миф. Это, наверное, баскетбольная, да? То есть, наверное, мистер Рандал из Иллинойса, он болеет за эту баскетбольную команду, либо нет, это американский футбол. Да. Вот, пожалуйста. Можно краник, водички попить. И еще один кабинет. Вот, пожалуйста. Это комитет. Аналог комитета Верховной Рады. Вот. План здания. Все очень просто, все открыто. По-моему, вот тут еще, может, надо. Вот, пожалуйста. Я зашел сюда. Меня никто не знает. Я украинский журналист. Я украинский журналист. Меня никто не знает. Но я зашел сюда, никаких проблем нету. Я могу снимать. Наверное, здесь проходят заседания по разным интересующим вопросам. Вот, пожалуйста. Ребята, это конгресс. Это самое влиятельное государственное учреждение, наверное, в мире. Поэтому вот, пожалуйста, портреты знаменитых президентов США. Флаги. Здесь проходят заседания. Вот. Никаких проблем. Никаких документов. У меня не спрашивают. Вот он я. Пожалуйста, ребята, демократия в действии. Вот. Тут проходил фуршет, наверное, не надо. Печеньки еще остались. Смотрите, ребята. Это Америка. Если вы не верите, каждый из вас, кто будет где-то здесь, в окраине DC, может сделать то же самое, что и я. Просто зайти, посмотреть. Вот что значит открытость. Вот что значит прозрачность. Вот что значит демократия. До новых встреч, участники КПП. Буду и дальше вести репортажи со столицы мира. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok